Друзья, всем привет! Вы на канале Жизнь без невроза, вы на канале с Аленой. Здесь мы говорим о самом главном, о вашей психике и о вашей физике. И сегодня в нашей с вами теме абсолютно лучшие вопросы, которые связаны с тем, что вы мне пишите в Инстаграм, в Телеграм. Тема звучит так. Вещи, которые навсегда убивают отношения. Сегодня у нас тема отношения, друзья, 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 друзья. И правда, она такая вкусненькая. Мне пишите часто, у меня портятся отношения. Я прям зачитываю с макбука. У меня портятся отношения, потому что я вообще не понимаю, почему. Ален, разберите эту тему. Часто меняю партнеров и вообще становится непонятно, что делать. Так, давайте немножко упраздним. Давайте сократим тему так. Вещи, которые навсегда убивают отношения. Я вам расскажу краткие мои наблюдения в консультациях, в индивидуальных. Что действительно влияет на что. Молчание. Поехали. Поехали. Прям можно? Нужно. Погнали. Молчание и плохие отношения. Когда в отношениях я вижу, люди не умеют договариваться, либо вообще не разговаривают, они выбирают позицию молчания, это все приводит, знаете, к чему? К быстрому, очень быстрому разводу. Соответственно, договариваться, проговаривать о своих болях, недовольствах, это ваша задача. Следующий момент, который я наблюдала не только у своих клиентов, но и вообще. Публичные упреки и вредные отношения. Что это такое? Свои отношения, друзья, нельзя никогда выносить на публику. Как бы вам плохо не было, другие люди не должны слышать, не должны знать, потому что это повод для их ушей и мозгов развивать какие-то темы. Пусть они занимаются своей жизнью, своими историями, своими делами, своими бизнесами, а вы со своими отношениями разберетесь с профессионалом, с психологом. Публичные упреки и вредные отношения действительно нельзя выносить. Ревность в отношениях в паре – это очень сильная вещь. Если вы чувствуете, что ваш партнер или ваша партнерша вас постоянно ревнует, ревнует, и эта ревность не дает вообще нормально существовать, это становится неприятным симптомом. Симптомом чего? Ранних разводов, ранних разрывов, ранних состояний, в которых вы действительно в точке бифуркации находитесь. Сравнение и отношения между людьми. Что это такое? Очень часто бывает, что девушка начинает сравнивать своего партнера с другими мужчинами. Что это такое? Например, мой вот столько зарабатывает, а мой вот так вот ходит в зал, а вот этот не ходит. А вот и если вы сравниваете своего партнера или свою партнершу, одна там метр восемьдесят ростом, а другая еле метр шестьдесят, и что? И что? И что, я спрашиваю? А ничего. И если я даже в голове начинаю это как-то мусолить, как-то с этим, нужно сразу для себя взять обед. Обед – молчание. Это называется, в этот момент я принимаю свою мысль, но я ее не блокирую, я за ней наблюдаю. Мне это не нужно. Я выше этого, чтобы сравнивать своего партнера с другими. Если мне что-то не нравится, я могу вдохновлять или ее могу вдохновлять на результаты, на успехи, на заработок, на какие-то моральные устои. Но никак не сравнивать. Если я сравниваю, меня это уже что-то не удовлетворяет. И я подтверждаю себя, что я какой-то партнер какого-то выбрал не того. И от этого я еще и страдаю. Зачем оно мне вдвойне? Кстати, партнеров не изменяют, потому что если вы чувствуете изначально, что это не ваш партнер, не нужно чешить иллюзии, что вы его там как-то расхухолите, расфусолите. Простите, если у вас на него не стоит, с чего вам что-то там создавать. Не нужно, не ваши. Дальше поехали. Гаджеты и мобильные телефоны. Насколько это влияет на современные отношения? Супер влияет, друзья, супер. Она постоянно листает свой инстаграмчик. Там Таня на курорте, у Тани там на яхте, вон такое винишко, а у него мужики-то на рыбалке. А они лежат сейчас в одной постели, и как бы, ну, не прочь бы, может быть, и ребенка создать, может быть. Но настолько ее пост сейчас был актуален о ноготочках. Ну, вы понимаете, да? И это действительно, я не утрирую, это разрушает отношения. Есть еще такая вещь у моих, не только у моих клиентов, это вообще я наблюдаю в отношениях. Из мухи слона. Из мухи слона просто. Он там что-то ложку не туда положил. Она сделала яичницу. Она там утром собиралась на свой спорт, чтобы там у нее там все хорошо было с ним, да, вечером. А он тут ругается на то, что яичница недожарена или что-то воды не хватило. Или вот это, это прям боль. Соответственно, обман, ложь и конфликты в отношениях, это вообще отдельная будет у меня история. Когда вас обманывают, когда вам говорят какую-то дичь, когда вы понимаете, что в отношениях происходят какие-то серьезные моменты и вас обманывают, все эти отношения и вас недостойны. Ссоры, скандалы. Может ли это быть в отношениях? Может. Но если это происходит на постоянной основе, прям на постоянной основе, вы ругаетесь, и у вас да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да, все. то думайте о том, что вам нужен специалист и вам нужно разбираться. И знаете, меня очень умиляет, когда люди приходят к юристу или приходят разводиться и уже все. Почему они не пришли до этого, когда у них проблемы начались к психологу? Они находятся в ужасных отношениях, ломают друг другу жизни, себе время ломают, потом разводятся, не разобравшись, что там вообще произошло. И говорят, жизнь тлен, отношения не для меня и уходят. И я думаю, господи, ну когда же болит инсулин? Я шучу, да? Мы идем к эндокринологу. Когда с бумагами все в порядке к юристу. А когда отношения, значит, я поговорю с мамой или еще лучше, да, я поговорю с мамой. Если ты, детка, это делаешь постоянно, решаешь свои проблемы с отношениями через маму, то ты просто остаешься там, где ты есть. Потому что мама тебя любит, нового она ничего не подскажет, она в этом не специалист. Она тебя утешит, приголубит, но ничего не даст. Так же, как и когда есть какие-то проблемы, вы просто делаете вид, что ничего не уйдет. Это вообще не со мной. Я в домике. Вот такие ужасные вещи могут быть в вашей жизни. Пишите комментарии. Снова с вами я, Алена. Вы на моем канале. Друзочки мои, в августе у нас марафон, жизнь без невроза, зажигаем, погнали. Погнали, кто с нами, в консультации приходите. Короче, я вас жду, я вас люблю, что вы со мной. Ставьте сердечки, как там, половину, половину сердечку, one love. Пока-пока. Продолжение следует.